Здравствуйте! Как всегда в это время в эфире канала ПС мы подводим итоги уходящей недели. Студия Артемий Заварзин и сегодня в программе. Новая глава в истории региона. Игорь Орлов официально вступил в должность губернатора Архангельской области. От развития ТОСов до изменений в бюджет города депутаты Архангельской думы собрались на очередную сессию. Сегодня в выпуске также подробности прошедшей Маргаритинской ярмарки и визита в Архангельск известного публициста Сергея Жданова. Итак, в начале выпуска главному политическому событию этой недели. Игорь Орлов официально вступил в должность губернатора Архангельской области с церемонией инаугурации Елена Матвеева. В торжественной церемонии вступления избранного губернатора в должность началось соглашение итогов досрочных выборов. Признать выборы губернатора Архангельской области состоявшимися и действительными. Считать избранным на должность губернатора Архангельской области Орлова Игоря Анатольевича. На выборах Игорь Орлов набрал 53,04% голосов, одержав досрочную победу в первом туре. В 2012-м в этом зале он уже произносил слова губернаторской клятвы. Спустя три года избранный глава региона повторяет их снова. Торжественно клянусь добросовестно исполнять обязанности губернатора Архангельской области, защищать интересы населения Архангельской области. Уважать и охранять права и свободы гражданина и человека. После произнесения клятвы Игорю Орлову вручается официальный символ государственной власти. Впереди четыре года напряженной работы. Напряженной, но плодотворной. В том, что она будет именно такой, ни у кого из присутствовавших в зале сомнений нет. То, что вы сейчас берете на свои плечи, это называется крест. Крест не бывает легкий, особенно у тех людей, которые обличены такой властью. Я вспоминаю замечательные слова Бьяна Златоуста, мужа, который жил в четвертом столетии, в конце четвертого столетия. Он пишет, кто бы ни был из руководителей, хоть сам он будет Моисеем. То есть ничего он не сделает, если народ будет грешить, не будет калиться, не будет нести своего креста. Игорь Орлов стал пятым в новейшей истории губернатором Поморья. Среди тех, кто сегодня поздравил его с официальным вступлением в должность, был и мэр Архангельска Виктор Павленко. Конечно, руководить огромнейшей областью – это огромнейшая ответственность. И область непростая. Здесь находятся и такие федеральные задачи, как и Северодвинск, и космодром Плестец. Ну и много, конечно, внутренних проблем. Проблемы, связанные с ветхим и аварийным жильем, и строительство детских садов. И все-таки здравоохранение остается тоже задачей номер один. Много-много социальных, прежде всего, проблем и таких перспективных. Сегодня, конечно, надо четко определиться в социально-экономическом развитии всей Архангельской области. Для этого есть уже такие планы, в том числе и очень рад, что в преддверии избирательной кампании мы составили такой план совместных действий. Это программа, ну, можно сказать, обновленная такая программа по городу Архангельску, где вошли там различные направления деятельности именно по городу. Потому что, конечно, это столица. Минувшие три года губернаторство Игоря Орлова доказали. Он, назначенный в 2012-м президентом России на пост главы Архангельской области, не случайно оказался на этом месте. Жители Поморья своими голосами подтвердили эффективность проводимой им политики, дали ей свое одобрение, надеясь, что курс на позитивное преобразование будет продолжен. Сразу после завершения торжественной церемонии вступления в должность губернатора, Игорь Орлов заявил, что принял решение о кандидатуре нового сенатора от Архангельской области. Отныне представлять исполнительную власть нашего региона в Совете Федерации будет Виктор Павленко. Подписан документ о назначении сенатора от губернатора Архангельской области. И этим сенатором будет Виктор Николаевич Павленко. Виктор Николаевич изначально стоял в списке первым. Безусловно, решение принималось по итогам выборов в результате нашей совместной оценки и итогов выборов и последствий, которые могут привести такие решения. Все-таки мэр столицы и региона. И он занимает такую должность, которая не позволяет остаться без внимания, без нахождения человека на этой должности ни на минуту. Поэтому надо было в процессе взаимных консультаций найти наиболее корректное решение, которое ни в коем случае не ухудшило бы ситуацию в области и в городе Архангельске. Мы все это просчитали, нашли все взвешенные решения и, соответственно, сегодня я как губернатор подписал такое распоряжение. Павленко Николаевич соответствует всем требованиям сенатора, человека, который будет представлять регион в этом высшем органе власти. И у меня нет никаких сомнений, что у нас появился хороший не просто представитель, а лоббист, продвигатель интересов региона на столь высоком уровне. И Виктор Николаевич с своими обязанностями, безусловно, справится. На этой неделе после летнего перерыва состоялась очередная 20-я сессия Архангельской городской думы. Среди вопросов всего их было 19. Изменения в муниципальном бюджете, поддержка малого бизнеса и развитие ТОСов в Архангельске. Имущественные вопросы – отдельный блок в повестке состоявшейся сессии. По предложению мэрии Архангельска депутаты расширили перечень нежилых помещений, находящихся в собственности муниципалитета. Их смогут арендовать или выкупить предприниматели города. Соответственно, да, конечно же, это налоговые поступления, но и это своего рода форма поддержки предпринимателей в городе Архангельске, чтобы они развивались, продолжали работу. Депутаты Гурдумы поддержали предложение мэрии и согласовали безвозмездную передачу из региональной в муниципальную собственность здания 117-го детского сада. Учреждение было реконструировано усилиями областной и городской властей и накануне открыло свои двери для малышей областного центра. И это 280 мест. Садик полностью отремонтированный, начиненный современным оборудованием. Норма, на мой взгляд, чтобы каждая семья жителей города Архангельска, желающая устроить ребенка в детский сад, начиная с двух лет, вот к этому надо стремиться. И маленький шажок в этом направлении сделаем. Рассмотрен депутатами вопрос относительно общественной организации «Надежда». Она арендует муниципальное помещение, где для людей с ограниченными возможностями созданы все условия социальной реабилитации. Сегодня там занимается около 200 человек. По предложению мэрии, народные избранники установили для центра «Надежда» коэффициент социальной значимости. Они будут меньше платить аренду, там совсем немножко у них, потому что это то предприятие, которое занимается инвалидами, которое предоставляет работу. Поддержали депутаты и поправки мэрии города, которые внесены в бюджет текущего года. Так, почти на 19 миллионов рублей увеличено финансирование для муниципальных предприятий АПАП-1 и 2. Эта сумма компенсирует убытки, которые возникают у перевозчика при эксплуатации автобусов большого класса. ЛИАЗы сегодня работают на нескольких протяженных маршрутах города с предоставлением льгот по проезду. Конечно, вот тот тариф, который существует в рамках того законодательства, в котором мы работаем по городскому транспорту, не выдерживает никакой критики. И поэтому приходится, да это и не только в нашем городе, в других городах и за рубежом, социальные маршруты, они поддерживаются из бюджета, что мы сегодня и сделали. Ряд других вопросов, которые мы рассмотрели, которые касаются жизни города, водно-кондиционных хозяйств, поэтому все вопросы важные. Депутаты приняли решение об уставлении видеокамер на набережные от свободы до Логиновых, где пешеходная зона. И, к сожалению, установленные знаки о запрещенной езде по верхней набережной наши горожане не выполняют, поэтому требуется ужесточение в виде видеокамер, которые будут поставлены в ближайшее время, будут осуществлять контроль. Вот комплекс вопросов, вот хозяйственных, которые мы рассмотрели с депутатами по всем, получена поддержка, положительное решение. В завершении сессии был поднят вопрос о развитии территориального общественного самоуправления в Архангельске. Для жителей нескольких домов по улице Стрелковой, которые собираются создать свой ТОС, были подтверждены даты и место первого собрания. Новый ТОС, как и 10 существующих, будет работать и субсидироваться по специальной городской программе, принятой по инициативе мэра Архангельска Виктора Павренко. Студенты Северного Арктического института получили уникальную возможность встретиться с писателем-публицистом Сергеем Ждановым. Из Оренбурга в Архангельск действительный член Русского географического общества приехал по приглашению мэра города Виктора Павленко. Этот приезд в Архангельск для Сергея Жданова далеко не первый, но писатель уверяет, в столицу Поморья он готов возвращаться вновь и вновь. Этот визит начался с кафедры литературы Института филологии и межкультурной коммуникации САФУ. Кто побывал на севере, вообще его всегда туда тянет, потому что там особые люди, гостеприимные, открытые. Было время, когда мы мечтали приехать сюда с Василием Михайловичем Песковым, человек, который ценил и любил природу, как никто другой, и который открыл нам окно в природу. Василий Михайлович Песков – журналист, который первым взял интервью у Гагарина, приземлившегося после полета в космос, в течение 15 лет ведущий программы «Мире животных», корреспондент комсомольской правды. В творчестве Сергея Жданова немало фоторабот и очерков посвящены его знаменитому коллеге. Представил Сергей Жданов и свои книги, такие как «Записки фотоохотника. 220 лет Аксакову». Экземпляры изданий теперь будут храниться в библиотеке университета. Замечательно, что такие люди, как Сергей Иванович, позволяют нам благодаря книгам, работам развивать интеллект наших студентов. Мне очень понравилось выступление Сергея Ивановича. Я много узнала о журналистике, о природе своей страны. Очень бы хотела, чтобы чаще такие писатели приезжали к нам. Завершился визит писателя в САФУ обстоятельной экскурсией по аудиториям научной библиотеки. В завершении выпуска подведем итоги главного торгового события года в Архангельске – Маргаритинской ярмарке. Уже в 14-й раз она вызывает неизменный интерес как у северян, так и у гостей из других регионов России. Одним из организаторов Маргаритинки традиционно выступила мэрия областного центра. За 4 дня посетителей на Маргаритинке было в полтора раза больше, чем в прошлом году. Свои товары представили около 500 производителей из 39 регионов страны, а также стран ближнего зарубежья – Белоруссии и Эстонии. Торговые ряды, как всегда, удивили многообразием ассортимента. Он был представлен на двух площадках – во Дворце спорта профсоюзов и на муниципальном центральном рынке, который стал одним из операторов Маргаритинской ярмарки. Конечно, радует самое главное. То, что сегодня очень много наших местных товаропроизводителей выставляют свои продукты. А вот в этом сложном сейчас положении, когда импортозамещение, вот реальный пример импортозамещения. Я думаю, что, как и всегда, как и 150 лет назад, наша ярмарка, главная задача, чтобы архангелогородцы все купили, предстоящие зиму и продукты, и товары различные. Окончательные итоги товара оборота, прошедшей Маргаритинки, назовут через неделю. Напомним, что в прошлом году ее товарооборот составил 195 миллионов рублей. И в завершении выпуска еще одна важная информация. Виктор Павленко подписал постановление о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования мэра города. Основанием для этого послужил указ губернатора Архангельской области 24 сентября 2015 года, согласно которому Виктор Павленко наделен полномочиями члена Совета Федерации и Федерального собрания России. В соответствии с утвержденным постановлением обязанности мэра города, исполняет заместитель по городскому хозяйству Святослав Чиненов. Такой была эта неделя в Архангельске. Увидимся ровно через 7 дней. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова